Итак, контртеррористическая операция в Санкт-Петербурге завершилась. Ликвидированы четверо боевиков. На предложение сдаться они открыли стрельбу. Ответным огнём террористы были уничтожены. И личности троих убитых установлены. Итак, это Залим Шибзухов. Ему 30 лет, уроженец города Нальчик. Он являлся одним из лидеров террористической организации «Имарат Кавказ». Кроме того, в Санкт-Петербурге он разыскивался за причастность к убийству прокурора Кабардино-Балкарии Марата Токова. Также он обвиняется в подготовке террористических актов и участии в незаконном вооружённом формировании. Далее, это Астамир Шириев. Ему 25. Он родился в городе Баксан, Кабардино-Балкария. Находился в федеральном розыске. Фамилия третьего боевика Ныров. Он также находился в федеральном розыске. Кроме того, бойцы СОБР вывели из подъезда дома, где проводилась контртеррористическая операция, и ещё 7 человек. Пятеро мужчин прятали свои лица под медицинскими масками. Всех их под конвоем посадили в микроавтобус. Напомню, сегодня сотрудники ФСБ вместе с бойцами СОБР провели контртеррористическую операцию в жилом доме на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга. Боевики находились в квартире на 10-м этаже. Активная фаза операции длилась несколько часов. Очевидцы слышали несколько взрывов. Услышал хлопки, выхожу к себе на балкон, смотрю, что на соседний балкон кто-то стреляет. Позвонил милицию, говорю, стреляет. Но не увидел, что уже по деревне СОБР. Ну и там балкон, там чутьёк на нём покорёжен. То есть как шумовые гранаты получаются. В результате операции никто из бойцов спецподразделений и мирных жителей не пострадал. Тем не менее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. В квартире, где скрывались террористы, сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие и боеприпасы. Это автоматы Калашникова, пистолеты и патроны к ним, а также оборонительные и наступательные гранаты. Но я напомню, что вся спецоперация проходила в жилом доме. Чем обусловлены тактические особенности в этих условиях, давайте и посмотрим. Итак, специалисты говорят, что штурмовать квартиру только через входную дверь нельзя. Атака должна начинаться одновременно с нескольких точек, через входную дверь и через окна. К ним подступиться можно по-разному, либо через соседский балкон, либо спуститься с крыши. Ну или подняться, если речь идет о низком этаже. Штурмовать нужно каждое окно. Переносимся на лестничную площадку. Если дверь железная, ее можно просто так не выбить, то максимально быстро и эффективно взорвать ее. Для этого используют пластид. Это пластичное взрывчатое вещество, в которое помещают детонатор. Размер он примерно с сигарету. Пластины взрывчатки крепят в трех местах, на петлях и в замке. К детонатору крепятся провода, которые ведут к пульту управления. Ну и закрепив пластид, офицер спецназа отходит на 5-10 метров или прячется за углом, а затем жмет на кнопку или тумблер. Взрыв. Как только вход освобождается, бойцы бросают в помещение светошумовые гранаты. Их взрыв дает офицерам 2-4 секунды преимущества, чтобы успеть уложить на пол преступников. Группа формируется в зависимости от того, сколько комнат в квартире. На каждую нужно по два человека. В помещение спецназовцы входят по двое, чтобы прикрывать друг друга. Как правило, изначально ставится задача взять преступников живыми, чтобы затем на допросе узнать у них важную информацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok